У нас сегодня Николь Гараева, 14 лет самозанятая. Не 14, по-моему, 15, сегодня же день рождения. А, сегодня, да, сегодня ей 15 лет. 15 лет, да? Давайте поздравим. Так, где святые? Принесите. Николь тоже занимается. Она предприниматель, уже я сегодня записался на неё. В Инстаграме. В Инстаграме. А вот продукция её, она расскажет. Понятно, что вот нам важно, чтобы молодые люди уже со школьной скамьи формировались как предприниматели. Что для этого нужно? Она всё-таки вот уже успешный предприниматель. Карабиш мы нашли, да? В Инстаграме я продаю слаймы, так называемые жвачки для рук. Вот, кстати, как они выглядят. Уже вот клиент, господин Китон, ваш. Очень угосяничненький. От нервов точно. Да, это продвижение. То есть, если вы думаете, что вы с собой увезёте, покажите. Только этим и буду заниматься во время пленарного. Я вам дадим это, в упаковке. В пленарном заседании буду. Да, 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 да. Я уже в этой среде два года. Я введу и ввела аккаунт. Один из моих аккаунтов набрал 40 тысяч подписчиков. Видео набирает от 40 до 70 тысяч просмотров. И на данный момент я зарабатываю около 45 тысяч рублей. И, честно говоря, до того, как меня пригласили в совет, я не знала о самозанятых. Мне рассказали уже, собственно, в совете. А что такое самозанятые и так далее. И я поспрашивала своих коллег, что они по поводу этого думают. Что вообще думают все слаймеры, все наше сообщество, которое делает эти слаймы, жвачки для рук. И, честно говоря, нам пока что непонятны. И мы не видим каких-то, может быть, плюсов. Еще до конца не разобрались, почему нам все-таки стоит перейти на самозанятых. Николь, вот просьба какая. Все-таки вы такая активная предприниматель. Но из тени надо выходить. Значит, мы можем объединиться с вами. У вас там 40 тысяч. У меня в Инстаграме тоже достаточно большое количество. Может, мы какой-то СП с вами создадим. Но я-то не буду самозанятым, если могу вам помочь. Было бы интересно, если бы вы зарегистрировались как самозанятые и как бы информировали нас, ну и дали некий посыл для молодежи. Нам же все-таки вот надо расширяться. И нам важны вот такие активные люди, как вы. И вы должны подсказывать, что нужно делать. Ведь будущее за вами. Если вы это воспримете, если мы сумеем вот те вопросы, которые здесь обсудили, я хочу сказать, что это будет хорошей поддержкой. Поэтому мы еще отдельно с вами поговорим. Значит, все-таки мы надеемся на вашу поддержку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!